Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у Заводчика Корги. Сегодня мы рассмотрим новость, которая актуальна. Визит представителя российской власти, скажем так, Путина. Предполагаемого Путина, Пекин, цели и последствия. С какой целью поехал, с чего вдруг, с чего вдруг, так бесстрашно-то. И, соответственно, что из этой поездки вынесет. Давайте попробуем. Для начала посмотрим вообще, кто приземлился. Есть как раз кадры встречи в аэропорту. Вот ковровую дорожку красненькую расстилают. Идиотская вообще традиция, надо сказать. Спускается, улыбится. Ага, вот он. Давайте посмотрим, кто это. Зададим первый вопрос. Зададим первый вопрос. Кто это такой? Кто ты такой? Кто ты? Расскажи о себе. Являешься ли ты действующим президентом Российской Федерации? Являешься ли ты действующим президентом Российской Федерации? король кубков мужчина это уже хорошо рыцарь кубков императрица это уже интересно башня девять вещей какие прекрасные карты королева давайте итоговую итоговую иллюзии нет конечно мои хорошие нет конечно но в данном случае это естественно это не действующий президент мужчина который что-то несет даже я бы сказал возможно новости картинку не все да что-то вот король король который несет своих кубках это несет что-то он несет людям что несет несет императрица знаете это что несет ну вот как вот это он показывает и итоговая иллюзия да у нас иллюзорно показывает жизни чего та которая по факту разрушается или разрушена да и мы видим много страха возможно это жизнь которая еще есть но она находится в процессе полного разрушения либо вообще и уже она уже разрушилась тут сложно сказать но но смотрите вот смотрите вот просто интересно да вот интересно вот карты вот я спрошу кто ты такой и вот смотрите итоговая иллюзия сразу вранье несомненно являешься ты ты действующим президентом но и иллюзии нет конечно нет король который как артист рыцарь кубков это такой но артист артист который показывает видите не представляет из себя представляет из себя по иллюзиям вот эту вот императрицу жизнь да жизнь которой уже нет по сути да либо она разрушается но мои хорошие и по иллюзии главное как вот объясните мне объясните мне как как вот эти карты могут выпасть на действующего президента россии или я чего-то не понимаю в этой жизни вообще нет конечно это не оригинал не настоящий пред не действующий президент россии вот что я вам скажу ну можно такие сторон могут со мной поспорить пожалуйста попробуйте но нет это не действующий президент это фикция фикция иллюзия иллюзия хорошо так или иначе он представляет власть все равно его прислали как гонца понимаете ли хотела в рифму сказать гадость но не скажу ладно у нас видео все-таки в эфире да ну хорошо цель визита все равно есть какая-то цель да кто бы это ни был цель визита цель 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 твоего визита какая цель визита ирофант рыцарь мечей я все достаю те карты вдруг там у кого-то начинаются дурацкие идиотские подозрения мне вообще не интересно никого обманывать 10 мечей мне интересно самой разобраться еще раз говорю у меня не не это ру канал чтобы тут что-то показывать объяснять выкладывать на столе и все такое мне интересно самой для себя я являюсь заводчиком корги поэтому карты я не снимаю снимок себя хорош четверка мечей давайте итоговую король мечей но во первых прежде всего это военные вопросы вопросы по приехали непосредственно к си решать вопросы по войне по войне возможно его позволение на что-то одобрение на что-то но в данном случае знаете как за позволением что ли и к ирофанту прибыли к ирофанту за помощью за одобрением понимаете и по королю мечей но несомненно этого касается военных дел военных дел возможно поддержка оружием какая-то там мы имеем четверку пентакли это может быть поддержка оружием и где-то может быть какая-то остановка у них происходит понимаете и он должен как-то в общем получается как одобрить что ли или спонсировать возможно спонсировать их на какие-то атаки на какие-то вот эти агрессии на какую-то войну до чего-то они от него хотят ну чего они могут хотеть скорее всего хотят поддержки разрешения оружие финансирование что-то вроде того что-то вроде того в эту сторону явно очень интересно смотрите у нас последняя карта в колоде королева мечей тоже подтверждает да это как бы едут за высочайшим позволением чтобы кто-то что-то позволил да разрешил сделал оценку свою и вынес приговор такой да скорее всего это касается оружия или знаете как позволение на какую-то атаку вот что-то что-то вроде того да вот на какую-то атаку видите какие карты у нас интересные и как такие же будут итоги итоги китай позволит китай позволит китай даст добро то зачем приехали будут нюансы будут нюансы с газ добро по карте императрица будут нюансы и семерка жезлов будут нюансы будут какие нужно будет преодолеть какие-то проблемы но в принципе даст добро на какое-то движение на какой-то новый проект на какое-то движение да с добру что-то начать начать что-то агрессивное видите что-то мечевое какое-то мечевое движение и согласиться поддержать согласиться поддержать китай китай впрягается в эту историю да даст не зря они послали этого гонца видимо будут какие-то ну будем видеть по действиям россии будет понятно за каким именно хреном они посылали его похоже у них что-то обнулилась материально что-то материальное похоже у них обнулилась что-то прямо на те на нуле и им нужна поддержка судя по всему знаете как вот вообще в ноль уходит им нужна поддержка им нужна поддержка материальная или оружием или не знаешь чем-то без ну чем-то мечевым чем-то мечевым и они за за этим послали дел нам нужно еще сделать еще новых дорогах оружие на какое-то либо там беспилотники что там мы не знаю зачем-то ну китай даст китай даст китай даст то чего они хотят поддержит их несомненно китай поддержит то есть мы приходим к тому что китай впрягается в эту уже мировую войну против израиля против украины несомненно какие будут итоги для китая вот они приняли решение да мы поддержим россию явно уже в нахалку хорошо какие будут итоги для китая китай все-таки старался по крайней мере прятать свою поддержку до раскрывать и и сейчас они скорее всего на халку будут поступать поддерживать ну по крайней мере для разведок это все будет понятно все равно какие будут последствия для китая знаете что самое неприятное да возможно их как-то будут ограничивать материально скорее всего да будут ограничения но только это все иллюзии это они достаточно действенные какие-то методы будут какие-то типа санкции на какие-то ограничения удары вот по финансовой части да что-то отнимаем что-то не даем но это все иллюзии это все иллюзии и ведь обман ну хорошо сотрудничество китая и россии чему приведет все-таки они начали на халку работать вместе уже не прячется хорошо к чему это приведет чему приведет содружество этих стран к чему приведет видимо какой-то новой агрессии начнется какая-то новая возможно даже объявление какой-то войны или какой-то агрессии что-то видите что-то по справедливости очень ничего и возможно даже я не знаю может ли это коснуться китая с объявлением войны китая ну тайвань например не знаю но это скорее какое-то объявление войны и обманут где-то в какой-то момент друг друга они кинут обманут вот смотрите какой-то момент в каком-то проекте будет обман по влюбленным не буду показывать карту друг друга где-то друг друга они кинут какой-то момент будет объявление скорее всего какой-то агрессии дали что-то такое подтверждение объявления поддержка на государственном уровне что-то такое явно связано с войной но и партнеры друг друга кинут кто кого что-то не знаю но кинут обман обман будет между ними между ними будет обман хорошо дальше что удар по какому-то содружеству троих то есть похоже у них есть третий участник коллектив как бы удар по этому трио будет некий удар но цели своих не добьются что радует что не добьются нет в иллюзиях в иллюзиях и луна тоже еще туда же ну что что приятно все таки да колесо фортуны все будет меняться и изоляция скорее всего изоляция возможно каждый сам по себе в каком-то проигрыше в изоляции ну нет не будет им ни победы нет то что они могут что-то объявить начать новую войну объявить какие-то агрессивные действия ну уж не знаю как но по справедливости да как бы подтверждение на государственном уровне поддержка да вот что-то такое указ подписание что-то еще прям что-то военное да что-то мечевое каких-то может быть бумаг по рыцарю мечей мечевых каких-то да вот что-то такое но партнеры окажутся ненадежными в какой-то момент кто-то как кого-то подставляет в ходе действий уже в ходе действий это тройка игроков тройка получает удар в результате этой подставы да ну как и того что из этого все получается и ность их трое но и в результате по иллюзиям по луне в неожиданных да в каких-то новостях по колесу фортуны в изменениях скажем неожиданных да все-таки по отшельнику все-таки по отшельнику они не будут вместе и целей своих не добьются не добьются как результат всего этого мероприятия а некая страна в собственном доме будет триумфовать будет неожиданно в результате этих событий неожиданно будет триумф некого короля в собственном доме а кто 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 ну хочется мне сказать что это все таки касается украины все-таки нет какого-то для нее определенного там значения и у меня всегда это украина вот если ложится да если ложится то это украина вы знаете может действительно так получится что вот эти все герои в определенный момент друг друга где-то подведут где-то у них что-то там не сложится что то они не поделят и именно знаете когда все когда каждый за себя отвечает и рассчитывать на себя это одно а когда они рассчитывают друг на друга в связке и зависят друг от друга и эту связку разорвать она изнутри скорее всего разорвется да потому что кто-то кого-то обманет и тогда нарушатся все связи и каждый сам по себе уже слаб возможно это пойдет и действительно это же явно на пользу украине вот не могу здесь утверждать что именно случится как это будет но вот что-то такое энергии такие я думаю как бы в итоге крушение планов тройки игроков тройка ну на иран к примеру да иран возьмем прям сам просится туда иран то есть россия китай ран все-таки тройка опять же предположительно в этой тройке кто-то кого-то на деле кинет и разрушится разрушится их планы и все пойдет по иллюзиям как следствие некий король триумфует в собственной стране совершенно неожиданно пожириться да так поворот получается ну будем надеяться что все к лучшему будем надеяться что все к лучшему что и неприятно что видимо усиление какое-то оружейное материальное будет для россии потому что мы видим что китай готов готов поддерживать россию и даже уже знаете плохо это скрывает а я бы сказала вообще не скрывает и посмотрите давление на китай на сегодня оно иллюзорно не работает только они сами могут себя по сути разрушить действительно только они сами когда кто-то из этой тройки друг друга там кого-то другого кинет да и разрушится их вот этот союз единения а из снаружи как бы этот удары эти санкции они весьма иллюзорные и не работают видите вот получается что-то вроде того что-то вроде того ну и естественно тот кто приехал не может являться абсолютно по этим картам ну итоговая иллюзия просто не может являться действующим президентом конечно они прислали просто посла такого да посла представителя как бы страны для каких-то переговоров возможно у них этот двойник уже заигрался в оригинал все может быть не знаю но это не оригинал это не тот человек которого избирали изначально нет нет ну карты вы видели сами как можно по-другому это трактовать я не знаю такие дела так что вот такие новости есть есть нехорошие новости и итоговые все равно что не делается все к лучшему в итоге но до этого итога нужно бы дожить еще но тенденция такая вот что я могу сказать по этому поводу такие карты такие карты такие карты много грустных мыслей они набивают если честно очень много грустных мыслей да как и тенденция так Такой расклад. Мои хорошие, жду ваши вопросы, комментарии. Может у кого-то по картам есть вопросы, комментарии или вообще. Высказывайтесь. Высказывайтесь. Люблю, целую, обязательно увидимся. До новых встреч. Очень острое желание, знаете, превратить всех там присутствующих в жаб. Не могу, к сожалению. Не могу. Но очень хочется. Люблю, целую.